Такой мультиморбидный ангенологический пациент, я постараюсь уже быстро все это прогнать. Патоморфологические причины, конечно, факторы риска нам важны, но особо важны патоморфологические причины. Их достаточно много, сосудистых заболеваний головного мозга. Вот, кстати, почему мы сегодня выбились из графика во многом. Развернулась дискуссия такая острая между Александром Анисичем с Карамцом и с одной стороны, и мной, с одной стороны, а с другой стороны с московской школой. И, прежде всего, Иван Алексеевич Щукин. Васкулоцеребральные и цереброваскулярные. Полчаса мы, наверное, бились над этой темой, поэтому мы говорим, конечно, васкуло или воскулярноцеребральные, а не цереброваскулярные. Поэтому несколько слов буквально о наиболее важных патоморфологических причинах и на тех моментах, на которые специалисты не всегда обращают внимание. Ночное давление, артериальная гипертензия, ночное давление, можно выделить 4 группы пациентов по степени снижения нормального давления. В норме на 10-20% снижается уровень давления. И посмотрите, если недостаточно снижается, как повышается риск сердечно-сосудистой смертности. А вот эта цепочка приводит к гидроцефалии. Как это мы называем? Болезнь Бенцвангера. Об этом сегодня тоже говорили, подробно не буду говорить. Но вот как раз нарушение циркадного ритма давлений может быть фактором, предиктором болезни Бенцвангера. Три основных симптома комплекса данного заболевания. Лейкорайоз, болезнь Бенцвангера, лейкорайоз. Все понятно, не буду подробно говорить. Визуальная шкала фазикос и степени лейкорайоза. Метаболический синдром в последнее время часто рассматривается как патоморфологическая причина сосудистых заболеваний головного мозга. Три необходима критерия из перечисленных здесь. Три или более. Ну, прежде всего, это маркеры абдоминально-висцерального ожирения, объем талии и отношение объема талии к объему бедер. И лечение метаболического синдрома. Лишь один слайд покажу в базисе. В фундаменте, конечно, изменение образа жизни. А на этот фундамент уже настраиваются этажи медикаментозной терапии. Синдром З. Вот в последнее время мы часто видели в нашем центре пациентов, причем молодого возраста, с инсультами, патоморфологической причиной которой являлась синдром З. То есть комбинация синдрома абструктивного опноя сна и метаболического синдрома. Поэтому крайне важно проводить физическую реабилитацию пациентов с синдромом абструктивного опноя сна. Еще одна причина, крайне важная и опасная, и в то же время являющаяся и следствием сосудистых заболеваний головного мозга. О чем мы? Об эндотелиальной дисфункции. Вот такой прекрасный ковер эндотелиальной дисфункции, нетронутый. Эндотели, извините, нетронутый эндотелиальной дисфункции. И вот что при выраженной эндотелиальной дисфункции. Здесь, конечно, уже крайне сложно помочь пациенту, но наша задача не допустить развития этой ситуации. И здесь действительно замкнутый круг эндотелиальной дисфункции, ее причины и ее же следствия, практически одни и те же заболевания. И плюс психоэмоциональный стресс. И здесь вот хочется, говоря, как предотвратить клинический случай, привести пациент молодой, 32 года, менеджер, анамна жизни без особенностей, анамна заболевания, резкое пробуждение однажды на фоне, казалось бы, полного благополучия в 4 утра из-за приступа интенсивных сжимающих болезней грудиной. Приступ купировался через 15 минут самостоятельно. Ну и забыл пациент этого. А следующий день повторилась картина эта. Но уже был затяжной приступ, уже радиация в левую руку, нижнюю челюсть, межлопаточное пространство. Затем через несколько суток еще повторение приступа. Приступ, оно уже, вот вы видите, с вегетативными различными проявлениями, уже выраженная тревога, тонатофобия, страх смерти, ЭКГ. Вы видите, какие произошли нарушения. И ему поставили инфаркт миокарда в передней и боковой стенках левого желудочка. Пациенту 32 года. Но поставить-попоставили, а при этом, посмотрите, тропонин, креатининкиназа, все, что говорит об инфаркте, все было в норме. Но с другой стороны, другие показатели крови, на триуретический пептид, ЦРБ, все были повышены. Причем, смотрите, на триуретический, почти тысяча, значительно повышены. Уровень провоспалительных цитокинов был повышен. И сразу второй вопрос, инфаркт ли это. Против чего еще выступали вот следующие показатели. Молодой возраст, отсутствие факторов риска. На ЭКГ очень быстрая динамика нормализации, исчезновение гипокинезии и так далее. А к дополнению к анамнезу, почему-то он об этом вот только сейчас сказал, приступство случилось на фоне выраженного психоэмоционального стресса. А вот психоэмоциональный стресс, помните, является одной из причин натальной дисфункции. И здесь уместно поговорить о ловушке для осьминога. Вот это так мы ловим, ну, мы не ловим, так ловят осьминогов в такой горшочек. А почему мы говорили о ловушке для осьминога? Потому что у этого пациента выявился в конечном итоге синдром ловушки для осьминога. Вот посмотрите, как у него стало сердце. Практически такое же, как синдром ловушки для осьминога. Патологическое расширение верхней доли левого желудочка. Соответственно, снижение сократительной способности сердечной мышцы. Синдром Токотсуба, он же стрессовая кардиомиопатия. Он же синдром разбитого сердца. Но он же синдром счастливого сердца. То есть на фоне выраженного счастья может произойти ловушка для осьминога. Выброс адреналина и резкое выбухание верхушки. Но посмотрите, счастливое сердце отличается от разбитого сердца. При счастливом сердце позитивные эмоции, безусловно, вызывает этот синдром. При разбитом негативные эмоции. Превалирует у мужчин счастливое сердце, разбитое сердце у женщин. Причем чаще всего в постминозальном времени. И если здесь верхушка расширяется, сердце, то здесь среднее отделы желудочка расширяются. Поэтому и клиника несколько разная. Таким образом, ну и подтвердили окончательно коронарографию. Абсолютно здоровая артерия сердца. Что уже позволило окончательно верифицировать диагноз синдрома Дакоцуба. Ловушки для осьминога. При синдроме Дакоцуба, в отличие от ЭБС, приступ связан со спазмом коронарных артерий. А приступ практически так же проявляется. Ну и вот диагностические критерии. Не буду уже подробно останавливаться. Но вот вы видите, что есть достаточно четкие диагностические критерии синдрома Дакоцуба. И вот один из таких патогномоничный натриуретический пептид резко. Вы помните, под 1975 был у пациента. Ну и возможное осложнение. Кажется, что это такой простой, он купируется. Возможное осложнение-то серьезное. Вы посмотрите у синдрома, если вовремя на него не воздействовать. А терапия вот и эндотели-протективные препараты. Крайне важный момент здесь. Эндотели-протективные, это да. Но многие так себя позиционируют препараты. А на самом деле являются ли таковыми? Конечно, должен быть адекватный выбор. Эндотели-протективные препараты отвечать вот этим всем условиям. И очень важный момент. Нейтрализация или уменьшение концентрации маркеров эндотелиальной дисфункции. Прежде всего, какого? Фактор Виллибранта. Имеем ли мы препарат, влияющий на это? И, к счастью для нас, прежде всего для нашего пациента, оказалось, что имеем. Это дозофарм. Не так часто, к сожалению, в нашей стране еще применяемый препарат. Но посмотрите, насколько он уменьшает результаты одного исследования на 36%. Выраженность, концентрацию фактора Виллибранта. А при полностью от той же терапии, только без дозофарма, наоборот, несколько вырос этот фактор. Поэтому дозофарм обладает эндотели-протективным доказанным действием, важным для пациентов, особенно с микроангиопатией. Кроме того, дозофарм, как выяснилось, уменьшает выражение воспаления. Но какого? Сосудистого воспаления. Посмотрите, тоже динамика молекулы ликоцитарной адгезии. Насколько уменьшается на фоне дозофарма. На фоне дозофарма уменьшаются молекулы адгезии лимфоцитов и моноцитов. Уменьшение, таким образом, иммуновоспалительной активности эндотелия. То есть, препарат, как говорится, в тему прямо для пациента с эндотелиальной дисфункцией или для ее предотвращения. И вот этому пациенту мы тоже назначили дозофарм. Сосудистые когнитивные расстройства. Ну, вот мы говорили уже, как важно поймать на начальной стадии. И вот нарушение экстан, кстати, это часто бывает такой первый признак когнитивной дисфункции. Потому что особых проявлений когнитивных нарушений еще нет. Но легкие нарушения концентрации внимания. Далее идет дисманистическая стадия, начальное проявление фиксационной амнезии. И вот уже развернутая, когда часто вот только на этой стадии мы видим этих пациентов, к сожалению, брадифрения, выраженная фиксационная амнезия, дезориентация и парамнезия. Псевдореминисценция, конфабуляция и характерная криптомнезия. Кстати, криптомнезия, как ни странно, мы видели достаточно часто в красной зоне. Буквально там на вторые-третие сутки у пациента с выраженным инфекционным поражением криптомнезии обнаруживалась. Фиксационная криптомнезия – это нарушение памяти, когда забывается источник информации. Пациент не может вспомнить, когда-то он выучил это стихотворение или сам написал во сне это было или наяву. Чужие идеи, чужое творчество признаются как свое. И это не плагиат, но это плагиат, но обоснованный. То есть это проявление когнитивной дисфункции. Ну и терапия когнитивных расстройств. Тут, конечно, ингибитор хлинистраз, латоматергические препараты, да, первый выбор, кажется. Но мы уже говорили, что не всегда они получаем эффект. И не всегда мы можем их назначить. Поэтому здесь свой звор мы можем… Почему не всегда они получаем эффект? Во-первых, надо вспомнить о нейродегенерации, которая лежит в основе практически всех неврологических и многих психиатрических. И особенно о микроангиопатии, которая ведет вот к этим сначала субъективным, а потом легким, а потом уже и умеренным когнитивным расстройствам. И здесь лечение воздействия можно рассмотреть с двух позиций. Когда уже амнестические, а когда еще вот та начальная стадия неамнестические. Ну вот если говорить об неамнестических, тут очень важная задача как раз обеспечить воздействие на нарушение микроциркуляции. Обеспечить определенные эффекты на уровне микроциркуляции. Каким образом? А здесь надо вспомнить вот об этой красивой молекуле. Узнали вы ее? Это серотонин же. Серотонин не всегда гормон счастья, к сожалению. Давно еще было обнаружено, что серотонин – это вещество, способствующее вазоконстрикции. И ведущее к реактивности малых сосудов. А к чему ведет реактивность малых сосудов? К формированию фармакорезистентности. Вот мы назначаем различные препараты и не видим никакого эффекта. Не знаем почему. А потому что фармакорезистентность сформировалась. Поэтому блокада серотониновых рецепторов крайне важна. Имеем ли мы препараты или препараты такие? Опять-таки дозофарм. Единственный в России препарат нафтедрофурила. Но действительно, мне почему-то жалко, что его в России пока назначают. Хотя он лет 10 у нас уже достаточно редко. Он может помочь решить многочисленные проблемы пациентов. И избежать, мы можем с его помощью, полипрагмазию. Активно защищает сосуды от серотонина. И восстанавливает функционирование микрососудистого русла, как вы видите. Интенсификация и утилизация кислорода в значительнейшей степени. Но, говоря о вазоактивной терапии, мы можем сказать, большие побочные эффекты могут быть. Какие побочные эффекты? Синдром обкрадывания прежде всего. Но надо сказать, что дозофарм это, пожалуй, единственный вазоактивный препарат, который не вазоделатирует, а устраняет вазоконстрикцию. Таким образом, он лишен вот этих всех побочных эффектов, которые мы можем ожидать от вазоактивных препаратов, в том числе и отсутствует синдром обкрадывания. Еще крайне важный момент, который мы нередко забываем, назначая препараты, воздействие лекарственного препарата системой цитохром. Когда мы задумываемся об этом? Практически никогда. А цитохром, его влияние, его взаимодействие с лекарственным препаратом может усилить негативное действие препарата, снизить эффективность или даже привести к деградации. Мы назначаем препараты, а они деградируются системой П-450. Ну вот на примере гриппфрутового сока. Мы сегодня уже говорили о гриппфруте, говоря о фасциях. А вот, пожалуйста, гриппфрутовый сок и лекарственный препарат. Не задумываемся же, а пациент выпил стаканчик гриппфрутового сока и антидиабетический препарат выпил. И выраженнейшая гриппогликемия. Выпил стаканчик гриппфрутового сока и принял хорошо нами распространенные, часто назначаемые СИОЗы. Повысилось давление. Принимает блокаторы кальциевых каналов и выпил стаканчик гриппфрутового сока. Нарушение предсердно-желудочковой проводимости. Принимает клопидогриль и выпил стаканчик гриппфрутового сока. Ослабление антитромбоцитарной активности. Ну и так далее, и так далее. Поэтому взаимодействие препарата с этой системой, конечно, крайне важно. Просто другое дело, что мы не знаем, как большинство препаратов взаимодействуют. А для Зофарма точно установлено, что он не влияет, не взаимодействует с системой цитокрома П-450. Поэтому и с этой точки зрения он абсолютно безопасен. И поэтому мы можем его рекомендовать и применять у коморбидных пациентов. И с артериальной гипертензией, и с ЭБС, и с сахарным диабетом. Поэтому Дузофарма – это вот такой органопротективный сосудистый ноотроп. Оптимальный препарат для терапии церебральной микроангиопатии и церебровоскулярной недостаточности. И вот это важный момент. Особенно мы в красной зоне этим активно пользовались. Безопасен и эффективен в комбинации с антиагрегантной терапией. Поэтому две области – это церебровоскулярная недостаточность. Ну и в нейрореабилитации мы тоже достаточно активно используем этот препарат. Ну и последний момент, говоря о когнитивных расстройствах, что еще мы забываем, а на самом деле крайне важно. Здесь вот мы переходим уже к группе амнестических расстройств. Роль кальция в патогенезе развития когнитивных расстройств. Посмотрите, и почтенный возраст, и различные заболевания, гипоксия – все это увеличивает активность кальциевых каналов, ведут перегрузки клетки кальциями, и это и тау-протеин, и бета-амилоид – все, о чем мы сегодня говорили. Поэтому крайне важны антагонисты кальция с точки зрения и влияния на когнитивные функции их лечения и профилактики. Но если мы говорим об антагонисте кальция с этой точки зрения, то должны, конечно, предъявить требования. Во-первых, наиболее липофильный должен быть церебротропный антагонист кальция. То есть для чего? Чтобы легко прониковать через геобатайцеполический барьер. И наибольшая плотность связывания его должна происходить в зоне регуляции когнитивных функций. Это хвостатое ядро, гипокам, черная субстанция и так далее. Располагаем ли мы подобным антагонистом кальция, кажется, ну это сложно, вот эти условия именно отразить. Располагаем не мопит, не бодипин, который мы раньше активно использовали при субархноидальных кровозлияниях. А сейчас используем при когнитивной недостаточности и для ее профилактики. Он и наиболее липофилин в классе антагонистов кальция, то легко проникает через гематонисфолический барьер. И он фармакологически активен как раз в доменах памяти. Почему мы его используем уже при амнестических когнитивных нарушениях. И он, вы видите, входит в международные рекомендации, как при терапии болезни Альцгеймера, так и при терапии психоэмоциональных, биполярного расстройства, терапия острой мании. И кроме того, он повышает содержание дофамина, мы уже говорили об этом, как это важно. Ну и вот здесь мы выбираем терапию когнитивных нарушений согласно критериям выраженности их. То есть если это стадия, вот такая, как мы говорим, СОС, когда уже необходимо спасение мозга от выпадения масс нейронов и такой выраженной когнитивной дисфункции, то можем ли мы использовать сосудистые препараты? Ну, в принципе, можем. Но будет ли польза, будет ли смысл? На самом деле уже не будет, как мы показали, вот тоже эндотелиальная дисфункция и так далее. Здесь необходимо уже антинейродегенеративное действие, подавление нервоспаления, подавление выраженных нарушений сосудистой стенки. Вот здесь, конечно, мы уже обратимся не к вазоактивным препаратам, а к такому, как немопин. Поэтому субъективные, легкие и отчасти умеренные нарушения мы добавим в комплексную терапию когнитивных расстройств дузофарм. А если это уже умеренные, амнистические и тяжелые, то здесь, конечно, необходимо использовать антагонисты кальций, прежде всего немопин. Ну и психотерапевтическая реабилитация тоже крайне важна. Спасибо большое за внимание.